Как говорили герои известного кинофильма, после сорока жизнь только начинается. Например, все знают Владимира Юдина как блестящего хирурга, а мы вас познакомим с Юдиным художником, летчиком и немножечко поэтом. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь. Можно ли поверить, что хирург, у которого такое количество сертификатов, никогда не мечтал быть медиком? Его с детства манила синева. Но чтобы, наконец, подняться в небо, пришлось сначала оставить заметный след на земле. У меня такое правило, которое мне сказал еще мой старый учитель, что в жизни нужно обязательно в кармане держать записную книжку с кардашом. Если возникает мысль, запиши ее, никогда больше потом не вернешься к ней. И я там исповедую всю жизнь. Жизнь коротка, надо успеть сделать все глупости, считает наш герой. И всем существом показывает в этом отношении очень заразительный пример. Это тот, кто меня соблазнил на медицину. С подачи армейского товарища он поступил в институт, еще не подозревая, что врожденная тяга к экстриму будет все время требовать новых увлечений и достижений. Они просто появляются в определенные переломные, что ли, моменты жизни. Как вот ключ на старт. Раз, и все пошло. Заметили аллегорию. И это уже от Юдина летчика. Он взялся за штурвал в 60 лет. Даже супруга поначалу не поверила в успешность очередного увлечения. Ну что за дурость? Солидный человек. Я говорю, понимаешь, я все равно летать буду. И чтобы ты не нервничал, давай как-нибудь все это определимся. И она философски сказала, так, хорошо, дети выросли, внуки есть, так что делай все, что хочешь. Постепенно все свободные стены в кабинете и даже на рабочем месте обросли фотографиями летательных аппаратов и картами. Аэродромы здесь обозначены. Тут Дягилева, тут Турлатова, Протасова. Это тут Пайна, где мы постоянно летаем. Здесь около Шилова это крутится. Вот основные точки, где я летаю. Я заблудился вот в этом месте. Надо было вернуться обратно сюда, а я вместо того, чтобы вернуться сюда, полетел в сторону Рязани. Кто-то назовет это откровенной глупостью, но за штурвалом теряется и ощущение возраста, и страх. Даже когда возникают предпосылки к аварийным происшествиям, было и такое. Ощущение восторга, что вновь соприкоснулось. Если я в неделю не выйдет, дня, чтобы я не полетал, я чувствую себя совершенно опустошенным. Это такой драйв, который ничем не сравнивает. Сразу скажу, в этих бортах я никогда не сидел. Хочется? Ой, не сказал. На истребителе любая мечта полетать. Это небезызвестный вам русский медведь, Ил-95, в сопровождении истребителей наших, справа посидел. А сколько моделей вы освоили, вы сказали, немного? Восемь типов. В общем-то, легкомоторных, сверхлегких летательных аппаратов. Самый первый, который освоил, это был Х-32, так называемый Бекас. 12 апреля 2007 года. Все-таки склонность к форсажу не отнять, честно признается Владимир Александрович. Везде, где возможно, старается притопить. И в этом смысле они с супругой абсолютные противоположности. Она спринтер, он стайр. Как там часто говорят, жены делают мужей. Это, наверное, как раз к ней относится. То есть все мои научные достижения в определенном мире связаны, конечно, с ее отношением ко мне, к моему дурачеству, может, к каким-то, так сказать, склонностям, которые, может быть, не каждая женщина могла бы принять. Она это понимает очень достойно, правильно, и у нас в ней полный консенсус. Сегодня у Четыюдиных двое замечательных детей и четверо внуков. Я через воскресенье дедушка. Это, в общем-то, появляется возможность, конечно, я им посвящаю время, они приезжают сюда. Это и сдержки рабочего графика. Ведь в первую очередь он прекрасный специалист. Доктор «Золотые руки», как называют его пациенты. Он даже с супругой познакомился на занятиях по гистологии. Так попало, что мы сели с ней за одним столом. Там так предполагалось, что круглый такой стол. И перед моим взором была очаровательная светловолосая с косой девчонка. С голубыми глазами. Такая вся восторженная, красивая. Еще, плюс ко всему, чрезвычайно умная. В отношении науки он ненасытен. Это стимул, говорит наш герой, суметь применить медицинские препараты или лазеры в новом качестве. Эти мысли приходят даже глубокой ночью. И у него просто нет права их разбазаривать. Ну, пока силы есть, руки не дрожат. И мозги, вроде, еще пока справляются с ситуациями. Поэтому для меня хирургия, конечно, остается основным таким кредом в жизни. Тяга к изобретениям, наверное, родом из детства. Всегда очень живо относился к таким предметам, как химия и физика. Помню, как вместе с учителем физики собрали рентгеновский аппарат из трубки, светили руки, тогда я не понимаю, что это такое, как учительность, так и мы. Но тогда был совершенно другой. Очень большой запас ведь был и химикатов, и все, что мы там делали. Помню, с другом сделали радиоприемник с передатчиком. И друг друга на экзаменах попытались передавать сведения. Учитель физики нас сразу же раскусил, конечно. А вот к пластической хирургии он пришел много позже, после защиты докторской. И считает это, скорее, еще одним хобби. Ведь речь не только об эстетике, это в первую очередь драма после травмы или болезни. А когда речь о детях, даже закаленная душа хирурга разрывается от боли. Но все-таки тяжелым бременем всегда на душе остается то, чего не сумел сделать. То, что, в общем-то, может быть, как-то по-другому надо было делать. Но это хирургия. Тот, кто не оперирует, не имеет этих проблем. Если говорить о пластике, то тут нужно быть и неплохим психологом. Иначе не объяснить эмоциональному пациенту, что принцип «вынь да положь», когда речь идет о вмешательстве в организм, может привести и к обратному результату. Был пациент, который и сейчас есть, который в силу своих эмоциональных таких оценок решил изменить форму носа. Настолько он запал на эту идею, что он прошел целый сериал, так скажем, посещения различных клиник. И когда ко мне он пришел, он уже был оперирован в трех клиниках. В результате этих действий нос, который у него был, превратился в нечто такое несуразное, которое требовало очень серьезной переработки. И мы с ним вместе, со скульптором, стали искать ту форму, восстановить ему тот нос, который был раньше. Сейчас Владимир Юдин плотно занимается бариатрической хирургией, что, в общем-то, тоже в определенной степени связано с эстетикой. У него шесть достаточно успешных аспирантов, работающих в разных сферах. И он не представляет себе другого графика. Так было и у родителей, которых они, дети, почитали в первую очередь за профессионализм и самоотдачу. Я видел отца, который приходил поздно на работу, в той же связи с работы, и как он работал на работе, когда я приходил к нему, самозабвенно, ни за что, можно сказать, за какие-то копейки. У нас только вот это само пожертвование было, меня это восхищало, и было в моем понимании детства, что так и надо жить. Папа был обыкновенным связистом, начал свою деятельность в 16 лет, прошел путь от монтера узла связи до начальника. Мама работала фельдшером. Это вот мой отец, мама. По своему образованию, которое она получила, я думаю, что это было где-то на уровне врача, потому что она так великолепно разбиралась с диагностикой заболеваний. Юдина художника в Рязани знают давно. Он провел более 10 персональных выставок. И добрая половина его картин сегодня в частных коллекциях. Некоторые хранятся дома, а самая первая работа с многообещающим названием «Начало пути» теперь на самом видном месте рабочего стола. Вот свежий этюд, который я написал вчера, просто было настроение такое. Мне показалось, что в этом что-то есть. Его работы – непридуманное человеческое счастье. На берегу тихой реки или в маленьком деревенском домике, или в теплой луговой траве. Как в детстве, когда при одном воспоминании начинаешь невольно улыбаться. Наверное, это все-таки ностальгия по тем природным явлениям, которые были сейчас, и те, которые были тогда в детстве. Необычайно яркое солнце, синее-синее небо с одной стороны, с другой – огромные розовые тучи, радуга, и теплые-теплые лужи, и босиком по лужам. Что мешает сейчас? А нет такой погоды уже. А то, что не ложится на холст, складывается в рифмы. Юдин-поэт пока молод, родился всего лет 10 назад, но и здесь успел добиться успехов. И кто знает, какие свежие мысли еще появились в его записной книжке. Очевидно, скоро узнаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok